Смотрите сегодня в выпуске. В Пензе прошли соревнования на Кубок по практической стрельбе из пневматического пистолета по международным правилам Steel Challenge. Саровские спортсмены Дмитрий Нагорный и Герман Харитонов заняли первое и второе место в категории юниоры. Центр внешкольной работы продолжает проект «Дворовая практика». По будням для ребят открыто несколько площадок в разных районах города. Педагоги ЦВР проводят для детей спортивные соревнования, игры и конкурсы. Команда спортивной школы ИКАР стала четвертой в первенстве Нижегородской области по баскетполу поколения НН. Среди юношей 2008 года рождения и младше в сезоне 2020-2021. Воспитанники отделения прыжков на батуте спортивной школы ИКАР в этом году блестяще выступили на соревнованиях различного уровня. Их копилка наград пополнилась кубками и медалями. Попасть из ружья в небольшую мишень с нескольких метров быстрее соперников. Такая задача стояла перед саровскими спортсменами на соревнованиях по практической стрельбе. Состязания проводились по международным правилам Steel Challenge. По словам спортсменов, о формате подобных соревнований они знали лишь в теории, и организаторы помогали им в прохождении этапов. Особенности этого формата, что стрельба ведется только по металлическим мишеням. Пять мишеней идет в стандарте в каждом упражнении. Пять попыток у каждого спортсмена. И одна попытка худшая не идет в зачет, а остальные четыре попытки идут в зачет. Шесть упражнений. Соответственно, самое короткое время выполнения упражнения каждого учитывается. Дмитрий Нагорный занимается практической стрельбой два года. По словам спортсмена, его всегда привлекала оружейная тематика. И когда он узнал о специальной секции, то сразу же пришел и записался. Дмитрию нравится совершенствовать свои навыки. Он уверен, самый важный элемент, на который нужно делать упор – тактика. Если ты не выберешь правильную тактику, ты можешь просто проиграть по скорости. Можно медленно целиться, но быстро бегать, если правильная тактика. У Германа Харитонова много увлечений. Сначала юноша увлекся рукопашным боем, потом лазертагом, а позднее его заинтересовала практическая стрельба. В секции Герман занимается уже полтора года и считает, что во время тренировок и соревнований важно сохранять спокойствие. Главное, чтобы не было никаких отрицательных эмоций, главное не волноваться. Ну, это все может плохо сказаться на общем результате соревнований. Ну, волнение, руки трясутся все, и все плохо в общем. Сейчас фастмены готовятся к всероссийскому турниру по практической стрельбе, который пройдет в городе Дубне с 16 по 18 июля. Екатерина Шмакова, Константин Островский, Евгений Зыбин. Служба новостей Саров-24. Футбол, баскетбол, волейбол. В рамках проекта «Дворовая практика» на стадионе 10-й школы работают сразу несколько спортивных площадок. Ребята проводят между собой различные спортивные турниры, а педагоги ЦВР организуют интеллектуальные и развлекательные конкурсы, чтобы подростки весело и с пользой провели свой досуг. По словам педагогов, каждый ребенок находит здесь что-то для себя, будь это игры, живое общение или просто отдых на свежем воздухе. Традиционные игры, в которые вот играют у нас дети, вот сейчас они начинаются играть в футбол, например, среди младших школьников. Ну, это очень интересно. Они хотя и разновозрастные, но достаточно азартно. Я считаю, что это очень важно для воспитания вообще любых детей, пускай играют. Евгений Чегирин приходит на площадку каждый день. Женя увлекается футболом и хоккеем, и в свободное от тренировок время он всегда идет на стадион 10-й школы, чтобы встретиться с друзьями и научиться чему-то новому. Мне нравится играть здесь, потому что здесь друзья, мы соревнуемся здесь, как можно больше места здесь. Меня обучают, как пинать, ну, как финты делать. Илья Сергеев признается, что самое его любимое увлечение – это лыжи. Он уже давно занимается лыжной секцией и давился хороших результатов. По словам Ильи, несмотря на то, что он устает на тренировках, ему всегда удается найти время, чтобы прийти на площадку и поиграть. Спортсмену нравятся все игры, но чаще всего он выбирает баскетбол. Мне вообще нравятся летние виды спорта, игр. Ну, футбол, баскетбол, волейбол. Ну, я прихожу сюда, потому что здесь хорошая площадка. Когда я перехожу один, я играю, ну, просто закидываю мяч в кольцо, ну, чтобы тренироваться. Когда я прихожу с друзьями, там, с родителями, мы играем в минус пять, там, в американку. Педагоги и аниматоры Центра внешкольной работы ждут всех желающих активно и весело провести досуг на площадках дворовой практики по будням с 15 до 19 часов. К турниру по баскетболу «Поколение НН» ребята готовились основательно, рассчитывая на первое место, но проиграли соперникам и стали четвертыми. Соревнования проходили хорошо, вот. Мы заняли четвертое место, играли почти на равных. Команды были очень сильные, но мы сопротивлялись, как могли. Сомперником была седьмая школа. Игра была очень трудная и важная для нас, но мы проиграли с небольшим отрывом. Тренирует баскетболистов Светлана Кочкина. По ее словам, ребята показывают хорошие результаты, и дальнейшие тренировки повысят уровень команды на соревнованиях. Здоровая самооценка самих спортсменов также важна для развития и побед. Я недоволен игрой, потому что мало очков принес. И у нас даже никаких комбинаций не было. Вяло играли. На протяжении летнего периода ребята посещают спортивный лагерь. Здесь у них есть возможность улучшить физическую форму, подготовиться к следующему спортивному сезону и новым играм. Прыжки на батуте – вид спорта, отличающийся своей красотой и зрелищностью. Несмотря на кажущуюся легкость, все элементы, которые выполняются в момент прыжка, требуют серьезной физической подготовки и сосредоточенности. По словам тренеров, прийти заниматься может каждый. Но для достижения результата нужны определенные физические и личные качества. Обычно у нас приходят с 4-5 лет. И какие у нас критерии еще? Ну, это как физическая подготовка, гибкость, силовые, потом скоростные качества. Ну и самое главное – вестибулярный аппарат. И, ну, чтобы дети не забитые были, посмелее. Тамара Давыдова признается, что о секции узнала от друга в детском саду. Придя на первое занятие, она поняла, что это ее спорт и осталось заниматься. Несмотря на годы упорных тренировок и множество побед в различных соревнованиях, девушка считает, что нет предела совершенству и всегда можно стать лучше. Я с каждым годом усложняю элементы. То, что я прыгала тогда, было достаточно трудно, но я справилась с этим. Максиму Синицкому всего 10 лет, но он уже добился успехов на спортивной арене. Заниматься мальчик пришел 5 лет назад по наставлению родителей и с тех пор не пропустил ни одной тренировки. В будущем он планирует выучить более сложные элементы, чтобы получить звание мастера спорта. Мне дается легко, когда я элементы уже выучу. А вот когда я новый учу, то сложно выполнять. Сейчас Максим вместе с другими ребятами готовится к первенству области, которая пройдет в Нижнем Новгороде за 13 июня. В жаркую летнюю погоду многие отправляются отдохнуть к водоемам. Прохладная вода помогает спастись от палящего солнца. Ученые уже давно признали плавание одним из самых простых и эффективных видов спорта. Купальный сезон уже открыт. Официальные купальные зоны в городе – это озеро Протяжное и пруд Боровое. На этих озерах, в местах купания, которые обозначены аншлагами, проверена акватория, то есть дно, посторонние предметы убраны, то есть все там чисто, все хорошо. Обозначены места купания, ограждение стоит, находятся станции спасателей, которые постоянно там дежурят. Однако на водоемах нужно быть осторожным, чтобы отдых не превратился в трагедию. Причин несчастных случаев на воде несколько. Например, детей оставляют без присмотра, купаются в запрещенных или не оборудованных для плавания местах, либо плавают в состоянии алкогольного опьянения. Есть ряд правил, которые спасатели рекомендуют соблюдать. Человек лежит, лежит, загорает, загорает, решил скупаться. Ни в коем случае нельзя резко забегать в воду, потому что организм нагрелся, резкое переохлаждение, чреват последствия. Спокойно зашел, потихонечку зашел, проснулся, потом можно поплавать. Запрещено подплывать к любым транспортным средствам, заплывать за буйки, а также нырять в незнакомых местах. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова